Это все происходит на наших глазах. Хочешь, не хочешь, оно прямо или косвенно касается тебя. Александр, статистика, горькая статистика, которая появилась на свет, она вышла еще на заре появления пандемии. На заре. Когда я прочитал эту статистику, и эти социологи американские, они имеют, так сказать, все возможности аналитические для того, чтобы наперед отслеживать, предсказывать и прогнозировать даже о том, что к концу пандемии, в течение года, американская церковь, общая церковь, лишится 30% прихожан. Это было на заре. Когда я прочитал, думаю, ну как вы можете, ну как вы можете, ну есть же Дух Святой, есть же Слово, есть влияние, духовное влияние, есть авторитет, незыблемый авторитет. Ну зачем это? Прошло полгода, и мы удивляемся. Да, социологи были правы. Социологи были правы. Ты скажешь, в частности, относительно твоей церкви, в смысле Христовой церкви, где ты предстоятель, то есть скажешь частно. И в целом, вот как тебе вот такой расклад? Ну да, я тоже видел эту статистику. В самом начале это даже не была статистика, а как ты, Юрий, говоришь, это было предсказание, предвидели, что пандемия, вот сам факт закрытия церквей породит то, что высокий процент верующих людей не вернутся в свои церкви, когда снова будет позволено собираться. Те, которые пытались собираться, американцы, они свидетельствуют, что да, 30 и даже 50 процентов людей не появляются на богослужениях, объясняя это тем, что мы как бы опасаемся, или ничего не объясняя, они просто исчезли с радара, как мы выражаемся, они просто исчезли. А может пересели онлайн или нет? Ну, это такой хитрый ход, я бы сказал, интернет церкви, как бы Господь вездесущий, какой смысл мне приезжать по конкретному адресу, но в общении верующих людей на физическом уровне есть колоссальные преимущества, и есть конкретно библейское учение, что дает нам общение по горизонтали. Понятно, что мы по вертикали имеем общение с Богом непосредственно, без посредников, нам не нужен пастыр, у нас есть пастырь, Христос, это правда, и нас спасает Христос, и Дух Святой научит вас всему, это правда. Но кроме вот этих отношений каждого верующего по вертикали, есть еще отношения по горизонтали, они тоже заложены Богом, и интересный факт, например, многие наши нужды, о которых мы молимся Богу, ожидая от Бога прямого вмешательства в мою ситуацию, они восполняются за счет ближних. Люди, которые слышат голос Божий, они получают какое-то от Бога свидетельство, слово знания, они приходят в мою жизнь и помогают. Кто-то ходатайствует за меня, кто-то молится, кто-то получает слово знания, пишет мне или звонит, кто-то финансово меня поддерживает, помогает. То есть так заложено Богом, чтобы тело церкви функционировало таким образом. Те люди, которые не поняли этого или не увидели ценности в этом, они выпали, они выпали. И я говорил это в нашей церкви, например, таким образом, что когда дерево не поливают, то оно, конечно же, высохнет. Потому что само дерево так устроено, что оно начинает углублять свои корни и ищет подземные потоки воды, потому что оно по-другому не выживет. Дереву нужна вода. Так и верующий человек, так и христианин, который лишился общения, например, чтобы церкви его поливали, поддерживали, он должен самостоятельно. Отец семьи, я самостоятельно должен просто начать искать воду. И в этом отношении, конечно, это нас спасает. Но когда открываются возможности для встреч, для собраний, то это возможность назидания посредством друг друга. Есть непосредственные назидания. Как там Павел писал, когда ты молишься на одном языке, ты назидаешь сам себя. Другому это ничего не дает. А когда вы сходитесь, у кого-то есть псалом, у кого-то наставление, у кого-то поучение, у кого-то слово знание. Все сиеда будет к назиданию. Вот этот момент общения, он утерян. И многие люди оказались неготовыми. И они не вернулись в церкви. То, что ты отметил, Писание Нового Завета. Назидайте друг друга. Наставляйте друг друга. Поддерживайте друг друга. Носите бремена друг друга. Любите друг друга. Признавайтесь друг перед другом. Сострадайте друг другу. То есть, это говорит о том, что все-таки Бог поместил нас, так сказать, мы взаимосвязаны настолько, мы очень взаимосвязаны. Если бы вне этого, ну так и церковь-то не нужна. Потому что мы порознь члены. Когда мы вместе, мы тело. Если меня расчленить, мое тело, то вот они, части тела. Но когда мы собираем все вместе, это и есть тело. Алекс, позволь мне, возвращаясь к той мысли. Писание говорит, если бы они были наши, они вышли бы и от нас. Ну, нельзя так говорить. Наши, не наши. То есть, может, они были вне тела? Или здесь другая составляющая? Ну, что определяет нашу принадлежность к телу? Во-первых, это рождение свыше. Живой человек, рожденный свыше, он, ну, как минимум, есть несколько таких определений в Библии. Например, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Младенец, он кричит. Если он голоден, он просто орет во весь голос. И мама должна разгадать, почему ему плохо. Как правило, он хочет кушать или у него что-то болит. Так точно и рожденный свыше человек. Он не может жить без духовного питания. Понятно, что это питание, опять же, приходит от Господа. Поэтому я еще этих людей не исключаю из Церкви Христовой, если они не появились по моему адресу. Я еще не знаю всех причин. Но я вижу, что какой-то процент людей, они уже не придут. Они либо никогда не соприкасались с живым Господом, либо ничего-то не поняли в плане общения. Кстати, в течение 15 лет нашей Церкви Дом Хлеба мы делали три раза одинаковую процедуру. Мы аннулировали членство всех людей в Церкви. Сознательно. И запускали повторный процесс вхождения в Церковь. Может, я не точно сейчас формулирую, как это звучало, но смысл заключался в том, что если вы по-настоящему сердцем и духом своим... Осознанно. Осознанно. Принадлежите этой семье. Подтвердите это. Вы разделяете видение, вы горите желанием быть частью, вы функционируете в теле, как каждый орган. Просто подтвердите свое присутствие. И это было очень полезно. В этот раз мы сделали буквально, наверное, месяц назад закончили эту процедуру. Мы запустили с момента пандемии, может, через месяц-два, мы всех людей прозвонили. Всем писали письма, всем писали имейлы. И 68 человек не вышли на связь. Они, как я выражаюсь, исчезли с радаров. Они нигде не появляются. У нас это была такая продолжительная процедура. Мы через знакомых и всех лидеров домашней групп опрашивали. То есть смотрели их показания по пожертвованиям. То есть все рычаги включали, чтобы обнаружить этого человека. Он вообще жив, он где-то есть. То 68 человек получили письма от нас в одностороннем порядке, что вы не являетесь членами церкви Дом Хлеба. Если вдруг вы потерялись или потеряли наше сообщение, и вы есть, вы живой, вы не из мертвых душ, обьявитесь. Мы встретимся, и мы обновим ваше членство. Если у вас все в порядке. Видишь, ты взял на себя такую смелость, которую не могут похвалиться многие служители. Я как-то задал вопрос подобного рода. Я говорю, вы не рассматриваете вопрос? Я даже не знал, кстати, что вы делаете. Это пример достоин подражания, Алекс. Я одному пастору говорю, вы не думаете? Он говорит, Юра, это вызовет. Знаешь, что вызовет в народе? Я говорю, а почему? Если человек, ну, что ему бояться-то? Лишний раз подтверди. Да, сотний раз подтверди. Продемонстрируй свое отношение к церкви, к лидерам и прочее. Поэтому это с твоей стороны, ну, и со стороны, видно, лидера вашей церкви, это большая смелость. Вы не побоялись, потому что можно было бы побояться и сказать... А зачем? А зачем? Мы должны быть открытыми и честными. Я недавно говорил с одним руководителем молодежи, одной большой церкви, из другого штата. И он говорит, у нас сменилось руководство в церкви. Стал другой человек пастор. Предыдущий пастор был около 20 лет в церкви. Ну, бессменным пастором. Он уже в возрасте, он передал служение другому человеку. И говорит, мы решили просто посмотреть на реальные цифры. Мы только прошли по семьям, которые у нас заключали браки за 20 плюс лет. И мы не досчитались больше 500 человек. 500? 500 человек, которые у нас числятся в базе данных, как члены церкви. Их просто нет. Давно, годами их нет. Мы не знаем, что с ними. Их просто не существует, этих людей. И таких человек больше 500. Это мы проверяли только браки, которые заключала наша церковь. Мы не знаем, что будет дальше. Вау. Алекс, возвращаясь в частности непосредственно к вашей церкви. Видишь ли ты подобного рода тренд? Вот вы начали проводить служение, наверное, поток или два, или три, не знаю, сколько вы проводите. Наблюдается тренд отсеивания или не столь критический, как в других церквах? Ну, чтобы беречь время, я скажу так. У нас сейчас 4 потока. В воскресенье. Два на русском языке, два на английском языке. В 8 утра, в 10 утра, в 12 дня и в 2 часа дня. Мы делали все возможное, чтобы людей собирать. Даже когда были предписания, что нельзя этого делать. До сих пор, кстати, это же предписание существует. Позволено это говорить, не позволено, но мы практически нарушаем часть предписаний. Мы делаем все возможное. Наша вся ашерская команда, она в масках. Мы все санитайзинг делаем территории. Мы даже микрофон вытираем, если человек меняется. То есть мы делаем все возможное с человеческой стороны, чтобы обезопасить людей от какого-то там цепного такого заражения. Но мы все равно делали все возможное. Мы на улице пробовали собираться. Сейчас в Дании собираемся. То да, мы какой-то процент людей не досчитываемся. По нашим таким наблюдениям, я думаю, процентов 20. Мы не досчитываемся. Возможно, 15. Но если прийти к цифрам, я скажу цифры. Потому что мы считаем. Каждое воскресенье мы считаем людей. Для себя, лично. Просто наблюдать картину и жить... Ну, математика — это не философия. Математика — наука точная. Философствовать можно. Но когда ты приходишь к цифрам, там все должно быть точным. У нас в это прошлое воскресенье было 1300 человек. Раньше, до пандемии, нас посещало приблизительно 1800. А беспокоено ли твое сердце чем-то, что ты чувствуешь? А ну-ка. Иногда такие острые порывы до боли я обнаруживаю в себе. Время молитвы, да. Я буду откровенен. Я 15 лет. Ну, если не самых лучших, то лучших лет своей жизни. Мы же вместе начинали. Ты помнишь, что мы практически начинали импакт? Да, я помню, Юрий. Да, я был на открытом пакте. Ну, поздравим друг друга себе. Да, поздравляю. Мы будем отмечать 15 лет в январе. Ну вот. Да, продолжай. Я иногда думаю, Господь, сколько сил отдано, сколько проповедей произнесено, сколько личных встреч было сделано. И со стороны людей я видел жажду, я видел интерес. Но мне кажется, в процентном соотношении хотелось бы большего количества людей в своем окружении, в моем окружении, которые были более зрелыми духовно. Мне так кажется, мне так хотелось бы видеть. Но я многого не знаю, потому что людей действительно много, и иногда люди такие свидетельства пишут, а человек был как бы неприметным. Он сидел просто в зале, но когда начинаю с ним общаться, Бог его реально ведет по жизни. Потому что я боюсь здесь как бы такую общую тень бросить. Но недавно, может месяц назад, первый раз за всю мою жизнь меня озарила такая мысль, никогда я в ту сторону не думал. Вот она. Я подумал о Моисее как о человеке, который, наверное, в истории был ближе всего с Богом. Ну, то, что Моисей мог с Богом общаться на «ты», что Бог настолько ему отвечал, мы все знали. Лицом к лицу написано, говорили. То есть такой лидер, такие отношения с Богом. И возле такого лидера в течение 40 лет общество ничему не научилось. Как это может быть, если бы я был возле этого лидера, если бы мы жили вместе с этим лидером? Ну, в конце концов, это же я просто как прозрел. Я как бы увидел, что, ну, надо же, он с Богом настолько близко, а разрыв между Моисеем и народом настолько большой. Потому не все и не всегда зависит от лидеров. Есть еще что-то, что зависит от каждого человека в частности. Главное, чтобы я сделал все возможное со своей стороны. передать волю Божью, послание, которое Господь хочет народу, а там уже каждый. Я заметил, Алекс, наблюдая, вот так сказать, можно так себе позволить, нет? Со стороны наблюдая, так сказать, мы имеем возможность смотреть, анализировать, сравнивать. Ты никогда не извиняешься за то, о чем проповедуешь. То есть, я заметил ряд служителей, среди американцев, это очень часто, они, когда он проповедует, он извиняется. Я очень извиняюсь. I can offend you. I'm so sorry to say. У тебя никогда не прослеживаются таких выражений. Извините, вот. То есть, когда ты проповедуешь, ты проповедуешь straight to the point. То есть, ты не говоришь, знаете что, извините меня, вот. То есть, я к чему? То есть, насколько легко следовать своей жизненной парадигме, я от самого Господа принял и вам передал. А там, это ваш бизнес уже, принимайте, не принимайте. Насколько легко это? Я думаю, что настоящий лидер, который следует за Богом, он человек достаточно одинокий. В нашей славянской культуре играет большую роль такая близость с людьми, дружба. И это часто связывает лидера или сковывает лидера. И он не может другу в чем-то отказать. Или отношения порвутся. Потому здесь такая тонкая грань, чтобы оставаться и человечным, и открытым к людям, и быть простым, и шутить, и смеяться, и плакать вместе с людьми. Насколько ты позволяешь, я не перебиваю, насколько ты позволяешь держать дистанцию, и насколько ты позволяешь свой микромир пускать, насколько глубоко ты позволяешь. Понятно, есть жена, есть родители, а ну как? Если можешь, если можешь. Я считаю, что если я буду говорить об отрыве от своей реальной жизни, ну, я не смогу так. Я пускаю людей в свою жизнь. Я делюсь сокровенными вещами. У меня практически нет тайн. У меня нет темных уголков в моей личной жизни, о которой я бы не сказал. Есть моменты стыдные, есть моменты неприятные. И я этим делюсь. Ты говоришь о скелетах шкафу? Да, у меня, ну, слава богу, там таких страшных скелетов нет. Но какие-то вещи, разумеется, есть, где я не справлялся, где я до сих пор подотчетен. Я сам раз в месяц даю отчет. Я сам этого пожелал. Я собрал группу пастырей. Я хочу быть прозрачным и подотчетным. Я хочу понимать, что падали люди в истории, потому что закрывали дверь для пророков божьих, для людей, которые могут сказать ей в лицо, что ты неправ. Я считаю, что я до сих пор нормально воспринимаю конструктивную критику. Я не говорю о критике, где клевета, где тебя обзывают, где в одностороннем порядке тебя льют грязь. Это не критика. Это хамство. Это люди бессовестные, заинтересованные тебя уничтожить и разрушить. Это не критика. А вот конструктивная критика от людей, близких, любящих тебя, она приветствуется. Мы этого хотим. Вот, потому да, я пускаю людей в свою жизнь, и между тем я всегда рискую, потому что, когда ты открываешь дверь в свою какую-то личную комнату, эти же люди потом это используют против тебя. И в самый трудный момент твоей жизни они тебе это напомнят, они тебя ударят. Ну а какой у меня есть выбор? Закрыться, говорить просто общие вещи, говорить штампами за кафедрой. Не выход. Я так не умею. Я так не смогу. Это роль играть, это играть артиста. Да, я так не смогу. Да. Спасибо, Алекс, спасибо. Одним словом, нет чести у людей, и эти все средства массовой информации, они же вылавливают определенные изъяны, они это увеличивают, они это умножают. Как когда-то Винстон Черчилль говорил, не спорьтесь с человеком, у которого есть бочка чернил, имея в виду печатные станки, он вас все равно победит. Мне совершенно не важно, насколько вы правы, насколько аргументы на вашей стороне, у него просто есть возможность растиражировать ложь. Вот и все. Потому что, когда ты смотришь эти CNN-каналы и другие, они просто бессовестно нагло тиражируют ложь. Я помню в каком-то году, лет 8-10 назад, я был в Кнессете в Израиле, и Лия Шемтова, она была тогда вице-спикером парламента, она нас принимала, русскоязычная, еврейка, мы с ней до сих пор поддержим хорошие отношения, она сказала, ну, Александр, мы выиграли практически все войны, кроме одной, кроме информационной, помогите нам выиграть информационную войну. Оказывается, что вот способность доносить без изъяна, без искажений, в чистом виде истину, это стало сегодня настолько сложным делом, что практически люди сегодня не верят ничему. Человек, который слушает даже наш эфир, какой-то процент людей, я думаю, достаточно высокий, заранее настроен на то, чтобы вылавливать информацию вопреки. Человек не слушает даже, чтобы сформировать свою точку зрения, или поменять хотя бы на долю процента свою точку зрения, даже как 100%, чтобы тебя оспорить. То есть что-то произошло, какой-то сдвиг в сознании людей произошел, что люди просто никому не верят. Происходит тотальное разрушение авторитетов. И ладно, я не говорю о себе, как о определенном авторитете для какой-то группы людей, я не об этом. Я о священных писаниях говорю. Когда ты цитируешь Писание, это уже последний авторитет, который у нас остался. Это дамба, которая держит вот этот напор воды. Если она рухнет, у нас вообще ничего не осталось. А эта дамба и вот эти тексты конкретной Библии, они отданы под ответственность церкви. Церковь ответственно защитить прямые тексты, сказанные Христом и апостолами в священных писаниях. Если церковь прослабит, если церковь сознательно их изменит под ситуацию, если церковь поменяет доктрины, которые ясно выражены в Библии, потому что так невыгодно в сложившейся ситуации, последняя дамба прорвет, тогда ничего святого, тогда вообще нет авторитетов. Тогда действительно на поверхность выходит дух анархии, это дух разрушения, который не способен видеть ничего доброго, ничего позитивного даже в Боге. И наш мир тогда обречен. Потому ответственность церкви, неважно, как складывается ситуация в стране или в мире, ответственность церкви, остаться, держаться за священные тексты, держаться всеми силами, следовать в личной жизни. Потому что здесь тоже интересно, есть такая закономерность, как сказал Христос. Если кто-то из вас нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей. Я поймал эту закономерность. Интересно, если я нарушаю, я обязательно так буду учить людей. Почему? Потому что я не смогу, поступая по одному, учить людей совершенно по-другому. Поэтому я уже пойман в сети обольщения, потому что начинаю подгонять под ситуацию и тексты из Библии. Я уже искажаю. И это очень опасно. Поэтому я считаю ответственностью церкви всеми силами держаться учения Иисуса Христа и апостола. Буквально на прошлой неделе я смотрел одну из программ на христианском. Американском телевидении показали фрагмент 70-летней данности выступления Билли Грейма. Упокоившегося, Господи. Перед Конгрессом. Сенат сидел, Конгресс, президент сидел. Это был 55-й или 57-й год. Я был удивлен настолько, я припал к телеэкрану. Почему? Это хроника. Это сколько? Ну почти 70 лет. 70 лет. Это показывали его выступления Билли Грейма. Показывали практически по всем тем ведущим телевизионным каналам. Там было всего 4. Не так, как сегодня тысяча. ABC показывал, CBS, NBC показывал. То есть оно было массово растиражировано. Так вот, он тогда же молодой. 55-й, 57-й год. Он такой энергичный. Очень сзади показывает. Черно-белое изображение. Сзади показывают все эти сенаторы сидят. Президент сидит. И он так активно, по-харизматически. Говорит, значит, смотрите, к чему мы пришли. Америка стала безбожная страна. Мы отреклись от Бога. Мы отрекаемся от молитвы. Посмотрите на наши разрушенные семьи. Посмотрите на разводы. Я припал к телеэкрану. Вау! И думаю, май гуднес. 70 лет спустя. Это уже тогда. И вот эта тенденция, она же не вчера началась. Здравая, к чему, Алекс? Здравые служители, здравые. Они так и к Богу ушли здравыми. Алекс, исход. Это последняя часть нашей беседы с тобой в рамках эфира. Исход. Видим там и сям. Слышим. Наблюдаем. Исход откуда? Да, исход из церкви. Переезд в другие города, в другие штаты. Западное побережье, вот говорят. Ну, кто-то, так сказать, пророчествует, что уйдет ко дну оно. Не ко дну, а в океан опустится побережье, земля. И Айдахо. Я был в Айдахо не так давно, пару недель назад. И я был удивлен. Удивлен. То есть люди едут туда. Да, туда едут. Строительство бумен. Бумен строительство. Серьезно? Мы так едем, говорят. Ну, говорят, ну, не было же такого, не было. То есть зацепило, как я это говорю, крылом и наше сообщество славянское. Это и Флорида, особенно Норска Лорайна, и Мизури, и прочее. Твоя позиция? Господня земля и все, что наполняет ее. Если человеку удобнее, комфортнее, безопаснее жить в какой-то другой части Соединенных Штатов, я не вижу в этом ничего предосудительного. Если человеку тяжело дышать этими пожарами, которые нас уже так уморили всех, и он на почве вот этого фактора делает решение переехать в другое место, я считаю, он правильно поступает. Если семья, у которой маленькие дети, не хочет прививать их, потому что Калифорния навязывает этот блок прививок в обязательном плане, и родители не хотят рисковать, я приветствую таких родителей, если это их настоящая причина переезда. Если законы, которые навязывает Калифорния, вынуждают преподавать детям определенной дисциплины в школах, и родители опасаются, у родителей не хватает, может быть, веры или силы как-то защитить своих детей, и по этой только причине они забирают своих детей, я приветствую это, я считаю, что эти родители делают разумный шаг, который будет оправдан в жизни их детей. Но если это просто такая массовая тенденция, если это на почве каких-то пророчеств, или снов, или конспирологических теорий, и человек заодно со всеми, как стая воробьев, сорвался и бежит, потому что все бегут, это признак незрелости духовной, страхов, которыми руководим человек, у него нет личного водительства от Бога, у него нет личных причин, которые я выше перечислил, а он просто заодно со всеми носится, бегает, и, как правило, я наблюдал, что люди, которые сорвались с одного нажитого места, они 2-3 года больше не выдерживают, они найдут там кучу изъянов, то погода, то процент влажности высокий, то зарплаты низкие, то крокодилы на Флориде, то церковь плохая. Да, люди, как правило, переезжают постоянно, они ездят, и они уже успокоиться не могут, это уже определенное заболевание какое-то, потому я считаю, что здесь каждый человек должен разобраться, какая настоящая причина, почему человек переезжает. И последняя моя мысль в этом ключе, есть еще фактор призвания, может быть, и я хотел бы где-то жить в другом месте, почему нет, что у меня нет вкусов или нет преференции к определенному месту какому-то есть. Но я эти вопросы даже никогда не поднимаю в своей жизни, потому что я привык со своих 18 лет сознательно молиться, Господь, я буду там, куда ты меня поставил, куда ты меня посылаешь. И Господь знает прежде всего, что я не вру, я не кривляюсь перед камерами, я действительно это имею в виду, если будет от него конкретное указание мне переезжать в другое место, пусть даже в другую страну, пусть в худшие условия жизни. Я только об одном всегда прошу Бога, я справлюсь с этим. Но я об одном прошу, чтобы моя жена тоже имела какое-то свидетельство, чтобы это не было ей навязано, чтобы все-таки она понимала, что я человек подвластный, и я не просто ее таскаю за собой, вот это для меня важный момент, потому что она живой человек, и у нее тоже есть право на выбор. Все остальное, я считаю, что мы должны связывать молитвенно с Божьим призванием. И если человек свободен, он вправе переезжать. Когда я часто бывал и бываю сейчас и в России, и в Украине, я иногда слышу, вот эта тема, наши эмигранты, которые сюда переехали в основном 30-25 лет назад, большая это первая волна, Господь нас вывел. Вот эта тема, Господь нас вывел. И это звучит очень обидно по отношению к тем людям, которые остались, которых не вывел. Те, в свою очередь, начинают интерпретировать это совершенно обратным образом. 100%. Господь нас избавил от вас. Мы остались здесь верные все нашему народу, открылись границы, мы проповедуем Евангелие, а вы все убежали за долларами. Вот, потому у этих двух групп людей свои теории, и эти теории не пересекаются, они противоположны друг другу. Потому я считаю, что не надо придавать вот этому вопросу переезда какой-то сакральный духовный смысл, что якобы Бог куда-то нас выводит. Какая мне разница, жить по эту сторону улицы или по ту сторону улицы, или по эту сторону океана, или по ту сторону океана, если это просто лучшие условия жизни, и я имею возможность туда переехать. Не надо там придавать вот такое духовное значение, потому что это небезопасно. Последний вопрос, пастор Алекс. Если наблюдаются вот такие поползновения за твоей спиной в служении, надо переезжать? Вот надо? Или у вас это... Несколько семей уехали. Но ажиотаж не создавали. Какой ажиотаж? Мы это как бы не то, что критикуем. Пресекаем. Мы приводим в трезвость людей. Если вы принимаете такое решение, вы несете за это ответственность. Потому что не надо никого подрывать, не надо этому предавать какое-то духовное. Юрий, ты помнишь в Аравию какие-то семьи уезжали? Конечно. Где они? Скажу где. Значит, я был вовлечен. Я вчера говорил об этом. Да? Конечно. Я был вовлечен. Я работал в одной сфере. И мать из пророков. 70 лет. А ее сыну было около 40. В Сиатле. Они оставили. У нас мать сказала, что Бог сказал мне, мы переезжаем в Аравию. Оставь семи трое детей оставил. Они прилетели в Саудовскую Аравию. Их никто не... Она говорит, нас там встретят. Значит, Бог все позаботился. Ее сразу возвратили обратно. Она имела грин-карту. А его не возвратили. Он стал бомжом в аэропорту. Его выбросили под мост. Я писал сенаторам. Я лично мать, то есть жена его, мать его троих детей. У меня в офисе чуть ли не на коленях стояла. Со слезами рыдала. Юра, помоги. Брат Юрий Михайлович говорит, помогите. Ты думаешь, помогли сенатору? Я лично сенатору писал. Говорю, произошла ошибка, недоразумение и прочее. Его грузовым самолетом, через несколько месяцев, бомжа, какого-то побитого, опущенного, грязного на грузовом самолете в Украину. То есть, такое фиаско, духовное... Вывод следующий. Не придавать этому таких вот настроений. Если те причины, которые мы перечислили, вы несете ответственность за детей, и вы видите смысл это сделать, вас толкают, вы молитвенно принимаете это решение, пусть вас Бог благословит. Но если это только экономически, а там нет церкви хорошей, что тоже наблюдается, и фактор церкви тоже очень важен. И многие люди, действительно погнавшись за деньгами, потеряли отношения, потеряли семьи, закончилось это все очень плохо. Потому что если мы люди верующие, и мы решение принимаем молитвенно, и оно обосновано, и это личное наше решение, пусть Бог благословит. А в общем, создавать ажиотаж – это дело лишнее и неправильное. Старший пастырь церкви Дом Хлеба был с нами в эфире. Пастыр Александрович, спасибо тебе. Субтитры создавал DimaTorzok